Слава Богу 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 Слава Бог Слава Богу Слава Бог И Он даст И Он даст эту силу С которой ты пойдешь дальше В тихой молитве можно попросить Бога Чтобы Он обновил И опять дал ее И может быть с этой силой ты сегодня в первый раз помолишься вслух в собрании. Я знаю, ты давно хочешь это сделать. А может быть, ты с этой силой подойдешь к своему соседу и подаришь Евангелие и расскажешь свидетельство о Христе. А может быть, с этой силой, когда будет церковная евангелизация, ты возьмешь отгул или не поедешь на дачу, а пойдешь в твоей церковь и целых два часа будешь рассказывать о великих делах Божьих. А может, Бог даст тебе эту силу, и ты подойдешь и наконец-то попросишь прощения у того, кому так долго хотел подойти. Бог твой предназначил тебе быть сильным. Скажите аминь, братья и сестры. Давайте помолимся нашему Господу. Господь всебогучий, вовидит тебе слава, Господь. И мы прославляем тебя, возлюбляем имя Твое Святое и благодарим тебя за силу Господь, которая воскресила Христа Господа из мертвых. И эту силу, Господи, ты сегодня даешь всякому, кто призовел имя Твое. Слава тебе, Бога! Аминь! Аминь! И слава тебе, Господь, за Бога! И ты даровал нам, Господь, эту силу, Господь. И что мы имеем эту силу, Господь, да применять ее, Господи. Будьте твоим судьбом, Господи, это сила, Господь, которая воскресила Христа из мертвых, Господь. Благослови и нас, Господи, ходи в эти силы, Господь. Применять ее, Господи, в Духом Мои Святой, Господи. За все Тебе славен, Отец Сын Дух Святой. Аминь! Сын Дух Святой. Отец Небесный, Господь наш и Бог, мы, Церковь Твоя, благодарим Тебя за Иисуса Христа, Спасителя нашего, который отдал свою жизнь для того, чтобы открыть небеса, подарить надежду каждому из нас. Господи, мы благодарим Тебя за эту силу, которую имеем в Тебе. Помоги нам черпать в каждом дне эту силу и применять ее в своей жизни, Господи. Благослови нас в этом. Молимся Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь! Присаживайтесь, братья и сестры. В нашей Церкви мы имеем такие благословения, когда молимся друг за друга. И мы всегда пишем записки и в конце собрания промаливаем их, когда у нас есть время на это. Может быть, нам стоит что-то изменить и эти записки нам давать перед богослужением. Сегодня у нас есть записки, которые мы будем промаливать во вторник, но есть те, за которыми мы помолимся сейчас. В основном эти нужды об исцелении. У нас очень много болящих. Я просил бы вас, два человека, помолиться за тех, кто сейчас в немощи, чтобы Господь прикоснулся к их телам. И я завершу. Помолимся, братья и сестры. Дорогой Господь, слава и благодаря тебе за то, что вся сила и все исцеление у тебя. Благодарю тебя за то, что ты, Бог исцеляющий, и можешь сейчас прикоснуться к тем, кто не смог всего любить на воздушение, не может прославлять вместе с нами Твое Святое Имя. Благослови, пожалуйста, и моего межународного правительства. Помоги Господь. Помоги Господь. Аминь. 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 Иисус, ты врач врачей, ты тот, который даешь вот это чудо исцеления, и мы церковь Твоя просим в этот час за нашу сестру Юлю Мальцеву, которая сейчас в положении, Господи, и вот находится в немощи, Господи, мы молим и просим тебя прикоснись отцовской рукой, выведи ее из болезни, Господь, поставь на ноги, сохрани. Молимся тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогие мои братья и сестры, Церковь Иисуса Христа должна быть эпицентром Божьей любви и местом для служения, и местом для служения Его. И Слово Божие не раз призывает нас к этому, Господь через своих служителей ведет нас к этому осознанию. Так апостол Петр говорит в 4 главе 1 послания, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Более всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель и многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава веки веков. Аминь. Я верю, что мы принимаем эти слова, и мы хотим, чтобы эти слова воплотились в нашей жизни. Не так ли? Я верю, что мы желаем иметь эту усердную любовь друг ко другу. Как? Скажите, братья и сестры, это у вас получается? Знаете, когда я обращаюсь к вам, я вижу ваши лица, и иногда читаю ваши лица, и я вот думаю, или очень серьезные проблемы у некоторых братьев и сестер, или же переживания. И это может быть. И мы сюда приходим, чтобы принести наши переживания, и проблемы Господу, и помолиться, и получить поддержку. Но я думаю, более всего мы собираемся здесь, чтобы славить Господа нашего Иисуса Христа. Не так ли? Славить, благодарить, служить, и делиться тем, что Господь совершает в нашей жизни. И мне бы хотелось, чтобы каждую неделю мы могли вот делиться этими благословениями, рассказывать о том, что Господь совершает. Лето такое очень насыщенное время. Сейчас наши сестры находятся в Шараповке. И я верю, что на следующей неделе они нам расскажут, что же там происходило. Я знаю, что буквально неделю назад я также отсутствовал, и молодежь Умской области, и всей Сибири собралась в Хакасии. На конгресс молодежи Сибири было собрано более 900 человек, молодых братьев и сестер. И мы там пели, получали назидание, свидетельствовали о том, что делает Господь, каялись и исповедовались. И самое радостное, что для меня, что более 50 молодых людей, наших сестер и братьев, сейчас находятся на крокорсовочных миссиях в разных местах. Кто-то там в Хакасии, из наших церквей в том числе, кто-то сейчас находится в Монголии, мы их благословили. И я думаю, что это вот такая возможность, которую дает нам Господь. Поэтому мой призыв к вам сегодня, братья и сестры, имейте усердную любовь и помышляйте о том, как послужить Господу. На этом ли месте, вне этих стен? И я думаю, что у нас есть очень много возможностей. Поэтому я попросил бы Дениса пройти сначала вперед, и он даст вам... Проходи, брат, проходи, Денис, дорогой. Он даст вам такую возможность послужить в миссионерской школе. Вот там микрофон есть, пожалуйста. И потом брат Сергей Кириллович где-то есть. Братья и сестры, примите благодарность от школы миссионерской. Мы благодарим вас, что вы участвуете в жизни. Школы знаем, что молитесь о нас. Они передают нам привет. Сейчас они на практике находятся в Тюмени. И я вижу, как братья просто колоссально возрастают. Вы сами понимаете, что практическая жизнь это, наверное, самое главное в жизни христианина. Мы приготовили опять нужды, которые есть у нас. И кто имеет возможность и желание послужить, можете ко мне подойти. Я раздам вам такие нарезки с наименованиями. Сестры, особая благодарность вам. Помните, что каждый день 10 молитв поднимаются в небо за вас. Пусть Бог благословит. Спасибо. Сергей Кириллович. Братья и сестры, приветствую вас. Я хотел бы прежде сказать такой вот момент или вопрос вам задать. Я слышал мнение, что мы вот в 21 веке живем, все люди уже знают о Христе, о Боге, о Церкви. И в принципе, все уже давно известно, тем более в нашей христианской стране. И проповедовать, собственно, куда-то ходить и что-то такое особое делать уже не стоит. Вот мы собираемся, церковь, хорошо, в небе херувимы. Иногда они к нам спускаются, по воскресеньям тоже поют здесь. Нам классно, здорово, правда? Ну и кто хочет, как бы, ну приходите, и все, двери открыты, правда? Вы тоже так думаете, да, головами машете? То есть не надо ничего делать, вот мы просто собираемся, и этого достаточно. Кто хочет спастись, пошли к нам. Братья, сестры, да или нет? То есть мы что-то должны большее делать, чем просто приходить по воскресеньям и здесь наслаждаться от общения в церкви с Господом, да? Вот одна из таких возможностей. Знаете, я хотел бы, чтобы сейчас вот вы представили образ рыбака, да? Петр был рыбаком, еще другие с ним, из учеников были рыбаки. И они очень четко себе представляли, понимали, что означает, когда Христос сказал Петру, помните? После того, как там он не мог поймать ничего, потом закинули, поймали множество, Господи, выйди, он говорит, не бойся, я сделаю тебя ловцом человеков. И они четко понимали, что это значит, исходя вот из этого образа рыбака. Как рыбаки, они знали, когда лучше рыбачить, какими снастями, места особые, лучшие самые для рыбалки и так далее, правда? И он говорит, вот я сделаю вас непросто, там есть образ в Библии, что вы будете свидетели, вы будете проповедовать, вы будете вот это. И вот есть этот образ, вы будете рыбаками, вы будете ловцами. Что делают рыбаки? Они подбирают лучшее место, лучшее время, они прикармливают рыбу, они наживку подбирают. Есть рыбаки среди нас? Нет. Стесняются, наверное. Есть, вон, сестры есть, мужиков нету. Все, у нас сестры добытчики теперь, женщины становятся. Вот рыбаки, они бы сейчас рассказали, как много там всяких вот этих, чтобы поймать рыбу. Вот я хотел бы, чтобы мы этим образом подумали сейчас, если мы ловцы человеков, что мы можем сделать, поменять, предпринять еще что-то. Вот одна из таких возможностей, наше желание, которое уже объявлялось и говорилось, я надеюсь, вы знаете и помните, в конце этого года, с конца октября, будут евангельские вечера. Они будут проходить в лучшем месте в нашем городе. Я думаю, что мы хотим, мы молимся, мы думаем, мы, когда я говорю, это мы с вами вместе должны быть, чтобы это была лучшая атмосфера там, чтобы это были лучшие люди, которые будут все там говорить и так далее. Это будет несколько вечеров, семь-девять вечеров, там будут различные темы касательно Библии, Духа Святого, спасения, вечной жизни, некоторых даже тем, которые вот касаются нашей жизни, такой практической, общественной, приближенной, вот к тому, в чем мы живем, чтобы человеку было интересно. Как мы можем участвовать в этом? Что предполагается? Первое, что нужно сделать, это уже было, было, говорилось уже, и я думаю, что, наверное, есть уже те, кто это сделали. Напишите у себя где-то на бумажке, на закладке, вот в каком-то месте, повешайте, не знаю, кто-то сказал, что за день к холодильнику подходит человек там, ну, больше десятка раз. Да? Вот повешайте тогда на холодильник. Я не знаю. Кто-то подходит к зеркалу чаще. Повешайте на зеркало. Вот этих людей, которых вы выберете, которых вы хотите пригласить на эти вечера, повешайте, написайте, повешайте для вашего, нашего напоминания, чтобы молиться об этих людях. Знаете, я думаю, что многих сейчас, когда мы говорим об этом, у многих может где-то здесь, да я его приглашал уже пять раз, этого вообще уже не помню сколько, он ни разу не пошел. И вот это сомнение, смущение приходит, и дьявол еще в этом помогает. Да уже все бестолку, да все бесполезно, да все уже пробовал, да чего только не делал. Я хотел бы, чтобы мы еще вдохновились вот этим, в этой возможностью. И сколько бы мы ни делали, Господь говорит, иди еще делай. Помните, там позвали, не пошли, идите, еще позовите. А потом, идите, убедите прийти. Поэтому давайте молиться об этих людях, чтобы когда мы им скажем, когда позовем, они пришли, чтобы мы сумели их убедить. Поэтому выберите от трех до семи человек, запишите их, и постоянно молитесь. Поменяйтесь такими именами с вашими друзьями в церкви. Дайте свои имена, фамилии, кого вы выбрали людей, вашим друзьям. Возьмите у них, молитесь вот взаимно за людей своих и друг друга. Дайте такие имена сюда нам, чтобы мы могли молиться даже вот в нашем церковном. Не поименно, конечно, может быть, мы это сможем сделать, но в таком просто упоминании о тех людях, Бог знает, о которых мы планируем пригласить на эти вечера. Чтобы во вторник наши церковные молитвенные собрания могли, вот как было здесь употреблено это слово хорошее, промаливать этих людей, чтобы, приглашая их, они откликнулись на этот призыв. Я бы попросил также еще вот особенно людей в нашей церкви, сестер, братьев, кто воспринимает себя как молитвенников. Я знаю, что есть молитвенные группы, я знаю, что есть у нас по средам утром молитвы, я знаю, что есть по пятницам сестринские молитвы. Пожалуйста, молитесь вообще в общем об этом деле. Давайте туда эти имена, где можно промаливать вот этих людей, которых мы хотим пригласить. Молитесь о тех, кто будет задействован вот в этом деле, кто будет говорить, там будет пение, кто-то должен встречать, создать вот эту обстановку такую, чтобы люди, когда туда придут, могли бы сказать, ну, хотя бы примерно вот, ну, наполовину, так же, как сказали там ученики, Господи, хорошо нам здесь быть, да, чтобы они могли сказать, нам хорошо среди вас, можно мы еще придем, можно мы останемся, вот можно, а где вы собираетесь? Вот что-то такое нам нужно сделать, и об этом молиться. И все это будет, конечно, стоить денег, если я планирую кого-то приглашать, значит, там будет чай, там будет какое-то небольшое угощение для этих людей, чтобы им было там приятно, хорошо, чтобы они могли вот ощущать эту свободу в нашем общении. Ну, может быть, вот такая наживка, если хотите, прикормка, что угодно, как угодно можно образами этими говорить, но это будет стоить денег, пожалуйста, можно, если планируете, старайтесь уже сейчас как-то откладывать, в будущем мы скажем, и даже конкретную цифру, сколько это будет стоить вообще для один вечер, или весь этот курс вечеров, и кто-то, может быть, будет не под силу, во всем поучаствовать, всей этой суммой, подходите ко мне, мы будем общаться, беседовать, разговаривать и так далее. То есть мы хотим всячески помочь, вот чтобы это дело состоялось, и оно состоялось наилучшим образом во всем, от места и заканчивая той обстановкой и людьми, которые там будут. Пусть вас Бог в этом благословит, и, пожалуйста, молитесь. Аминь. Спасибо. Все очень просто, братья и сестры, мы хотим пригласить наших друзей и знакомых сделать праздник и рассказать о Христе. Наживка мне не нравится слово. Мне больше нравится слово христианское добродетель, радушие и гостеприимание, и к этому Господь нас снова и снова призывает и говорит, будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Я вижу, у некоторых уже возникает некий ропот, но нам не нужно ропота. Мы будем молиться, чтобы наши друзья и знакомые могли прийти на эту вечерю, еще не Агнца, но где мы собраны и где мы хотим поделиться Евангелем. Братья и сестры, вот только несколько примеров служения. И я думаю, далеко еще не все. Игорь Оленник сидит здесь, он очень сильно переживает, потому что каждый день нужно трудиться в доме молитвы. И он говорит, я приглашаю всех желающих, придите каждый день, в любое время. Правда ведь? И он говорит, мне очень нужны руки, ноги, люди, братья и сестры, которые могут поучаствовать. Поэтому у кого есть такое желание, подойдите к брату. Но я думаю, уже достаточно сказано о возможности служения. Если у вас еще возникли вопросы, подходите, мы будем беседовать, чтобы Господь нас благословлял в этом совместном труде. Вот понимаешь, пресс-фитера поправлять прямо так. Конечно, Господь, но тебя мы уполномочили вот в этом деле. Духовный брат, это хорошо, видите, он бодрствует. Конечно же, Господу, даже осел был нужен Господу, помните, да, в этой истории читаем. Зачем берешь? Ну, надо бен Господу. Ну, мы, конечно, не ослы, мы более серьезные люди, но Господь хочет употреблять нас для своей славы. Дорогие мои, я думаю, Бог нам дает эти возможности. Будем молиться, чтобы нам использовать то, что Господь посылает для Его славы. Я думаю, что есть у нас приветствие с других общин, есть благодарности. Господу, вы хотите передать приветствие, можете сделать это прямо сейчас. Пожалуйста. Церковь Преображения, церковь Сургута, наши братья и сестры, или весь поселок нам передает? Слава Богу, церковь поселка Ирлуйска. И церковь города Селико. Церковь славы Божией. Большереща Евгачина и Колбышева. Видите, мы. Город Ханты-Мансийск, и вечному благодатью. Особый привет, Сергей. Сергей Алексеевич, и у вас. Слава Богу. Трубецкой. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы встанем и поблагодарим за все приветствия. Когда будете на этой неделе, передавайте сердечный привет от церкви Иванских христиан-баптистов, со звездовой, или центральной, Иванских христиан-баптистов церкви. Как она нас услышит? Ее нет среди нас. Вы передайте ей сердечный привет, и мы споем ей, когда придет, или посетим ее. А мы сейчас стоя споем общим пением «Ты познал ли силу крови?» Будем стоя петь. Песня. 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 Дай мне подойти к тебе поближе, Ноги пригвожденные обнять. Дай склониться пред тобой пониже, Ты же раны от гвоздей поцеловать, Раны от гвоздей поцеловать. Ты висишь, висит истекая кровью, Так свое творение любят. Ты готов объять своей любовью Даже тех, кто распинал тебя. Я виновник твоего страдания, Я виновник всех тяжелых рук. Как хотела б я свое признание Вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник твоего страдания, Я виновник всех тяжелых рук. Как хотела б я свое признание Вырвать гвозди из пронзенных рук. Пусть смолкает все перед тобою, Как понять мне тайны глубину, Что такой великою любовью Заплатил ты за мою вину. Заплатил ты за мою вину. Я виновник твоего страдания, Я виновник всех тяжелых рук. Как хотела б я свое признание Вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник твоего страдания, Я виновник всех тяжелых рук. Как хотела б я свое признание Вырвать гвозди из пронзенных рук. Дай мне ощутить твои страдания, Дай мне силы для других гореть С чувством беспредельного признания Для других и жить, и умереть Для тебя и жить, и умереть Я виновник твоего страдания, Я виновник всех тяжелых рук. Как хотела б я свое признание Вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник всех тяжелых рук. Я виновник всех тяжелых рук. Я виновник всех тяжелых рук. Как хотела б я свое признание Вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник всех тяжелых рук. Слава Богу! Сегодня особенный день воспоминания Смерти Иисуса Христа и Его воскресения. Это кульминация служения нашего Господа Иисуса на земле. И всякий раз, когда мы об этом рассуждаем, Мы размышляем и о себе, и о нашем призвании. И, конечно же, смотрим на Его подвиг. Взираем на Него, как начальника И совершителя нашей жизни. Извлекаем драгоценный пример. И, я думаю, руководство для нашей жизни. Потому что Иисус Христос Пришел в этот мир не для того, Чтобы Ему служили, Но для того, чтобы послужить нам. И Он явил это не в словах. Явил это жизнью своей. И в конечном итоге был распят за наши грехи. Сегодня я хочу прочитать историю жизни Иисуса Христа За короткое время перед голгофскими страданиями Он уже вошел в Иерусалим. Он знает, что его ожидает Голгофа. Он знает, что уже приближается этот час. Евангелие от Иоанна, 13 глава, И я хочу прочитать с 1 по 5 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стих. Пред праздником Пасхи Иисус, Зная, что пришел час Его Перейти от мира этого к Отцу, Явил людям делом, Что, возлюбив своих живущих в мире до конца, Возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол Уже вложил сердце Иуда Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, И что Он от Бога и шел и к Богу отходит, Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду И взял полотенце, припоясался, Потом вылил воды в умывальницу И начал мывать ноги ученикам И отирать полотенцем, которым был припоясан. Мы можем продолжать это повествование Известную историю о том, Как Бог и Иисус Христос и человек Склоняется перед учениками и умывает ноги. Это всем известное событие. И я думаю, когда мы читаем эту историю Или пересказываем, мы знаем, что там происходило. И мы представляем это себе. Но я хотел бы, чтобы вы снова подумали о том, Что же происходит. После долгого дня Утомленные ученики собрались вместе в горницу И нужда была очевидна. Мы, конечно, можем быть очень корректными И не упоминать некоторых слов. Но я вам скажу, что нужда не была просто очевидна, Она ощущалась. А как она ощущалась? Ноги были грязными. Их нужно было умыть. Это очевидная нужда. От нее нельзя скрыться. Она кричит о себе. Я думаю, сегодня в нашей церкви Есть нужды, которые очевидны. Не так ли? Мы можем на них не обращать внимания. Мы можем их не замечать. Но если мы будем искренними людьми, Мы увидим, есть очень очевидные нужды. Но, глядя на эти нужды, каждый из нас принимает свои решения. И я думаю, что хороший вопрос для нашего анализа сегодня, Нашего понимания сегодня И вопрос, который стоит, наверное, задать каждому из нас. Почему Иисус Христос увидел эту нужду и ответил на нее? Почему ученики, вероятно, увидели эту нужду и не ответили? Итак, вот эти два вопроса я хотел бы к вам адресовать И вместе рассуждать над этим текстом. Первое. Почему этого не сделали ученики? Как вы думаете? Возможно, вы находитесь сегодня в церкви здесь И мы говорим, но если бы я был бы там, То я бы ответил на эту нужду. Братья и сестры, я боюсь, чтобы вы поднимали руку. Если вы такой человек, подойдите, мы покажем вам еще больше нужд. Но анализируя самого себя, думая об этом искренне, Наверное, может быть, скорее всего, я был бы вместе с учениками. И причин может быть очень много. Я даже не знаю этих причин до конца, они не раскрыты здесь в полноте. Но мы видим, что ученики не ответили на нужду, не так ли? Возможно, кто-то из них внутренне понимал, да, надо что-то делать. Так больше нельзя. Что-то должно произойти. Мы должны умыть ноги друг другу. Внутри я это понимаю, осознаю, но мне не хватает смелости. Я еще не готов к такому шагу. И, наверное, про себя думаешь так. А почему это должен сделать я? Ведь есть же слуги. И ведь есть же еще кто-то, кто может бы это сделать. А это вообще не моя ответственность. Может быть, и свои я должен умыть. Но о других-то зачем мне думать? Братья и сестры, я думаю, это та внутренняя проблема, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни. Есть некоторые отчетливые для нас истины, которые мы понимаем и ощущаем. И внутренне мы даже хотим. Но нам не хватает сделать одного шага. Сказать, Господи, вот я использую меня. Возможно, они думали о чем-то другом. Видели себя в другой роли. И размышляли о том, что их дело заключается в нечто более важном. Иисус, мы твои ближайшие друзья и ученики по левую и по правую сторону. И мы готовы царствовать с тобою здесь на земле более всего и, может быть, в вечности. Но неужели это наше дело? И сегодня мир, в котором мы живем, предлагает нам очень много различных вариантов. И вы знаете, ученики также заразились этим мироощущением. С точки зрения Петра, Иисус Христос не должен был бы идти на Голгофский крест. Помните? И он искренне об этом говорил. Иисус, у нас для тебя другой план. Тебе не надо умирать на кресте. Мы вместе с тобой будем царствовать в этом мире. И ученики спорят друг с другом, кто будет более главным, кто будет более важным. С точки зрения людей, Иисус не должен был быть страдающим слугой из книги пророка Исаии. Он должен был быть царем, который принесет политическую, экономическую и различную еще очень внятную, понятную нам всем безопасность, покой, улучшение. И они говорят, асана вышних Богу, слава Богу, пришел тот царь, который принесет нам то, что мы очень хотим. С точки зрения учеников Иисусу не нужно было это делать. Братья мои, сестры, возможно, и ты сегодня не занимаешь какой-то позиции, а возможно, ты думаешь о своей роли совершенно в другом контексте. Ты видишь эти кричащие нужды, эту необходимость, эти возможности, которые Бог посылает вам, но ты в себе говоришь, нет, не я, Господи, не я, Господи. Возможно, кто-то другой. Возможно, в следующий раз. Возможно, завтра. Знаете, завтра – это самый занятый день для христиан. Завтра все будет по-другому. Завтра я начну. Завтра будут перемены. Хочу тебе, дорогой брат и сестра, сказать, сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Если ты видишь эту нужду, начни хотя бы об этом молиться. И я думаю, что мы иногда погружаемся в это лицемерие не столько в том, что мы неправильно выглядим, а в том, что в нашей сердце, в нашей душе происходит вот это несоответствие того, что мы видим, о том, о чем переживаем, и то, что мы делаем на самом деле. И мы похожи на учеников. Часто мы сконцентрированы на себе. Иногда то, что мы хотим внутри, противоречит тому, что хочет Бог. Говоря об этих истинах и призывах Господа, мы понимаем, что нам надо любить врагов, надо благословлять проклинающих, надо служить беззаветно, прощать даже тогда, когда они просят прощения. Потому что к этому призвал нас Господь. И об этом учит Писание. Но мы находим много причин, чтобы этого не сделать. И мы объясняем сами себе. Кто-то другой. Не я, Господь. Почему сегодня мы не делаем то, что, возможно, сделал бы Иисус Христос? Вы знаете, какой освежающий вопрос для нас? Конечно же, трудно это себе представить. Но вот Иисус Христос входит в нашу церковь, проходит по рядам, смотрит на нас, начинает говорить. Мы рассказываем ему о своих планах на жизнь, конечно же, о своих переживаниях. Представьте себе, вот Христос среди нас физически. Как вы думаете, вот при этой беседе с Иисусом, с нами, с нашей церкви, о чем бы он порадовался, о чем бы он переживал? И чем дольше бы он пребывал с нами, он больше бы утешался или бы уже начинал плакать? Так, как он когда-то плакал об Иерусалиме, возможно, и сейчас он скорбит, глядя на нас. Братья и сестры, я не просто хочу какое-то бремя вины возложить на ваши плечи, но я хотел бы, чтобы искренне честный вопрос самоанализа прозвучал в нашей душе. Нужда сегодня очевидна, братья и сестры. И это касается нашего сердца. И мы не можем равнодушно смотреть на это. Но почему мы не делаем? Или делаем не так? Или не делаем то, что хочет Господь? И, наверное, ответ, который для нас сегодня важен, это ответ Иисуса Христа. Иисус, почему это сделал ты? И в тексте, который мы прочитали, я вижу первая причина. Потому что Иисус Христос знал, что хотел сделать Отец в его жизни. Посмотрите на текст. И здесь мы читаем. 13 глава, 1 стих. «Зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу». 13 глава, 3 стих. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел к Богу, отходит». Братья и сестры, вы видите ключевой момент? «Иисус знал». «Иисус знал, что Бог вверил в Его руки. Он знал, что должен был делать. И Он знал свое предназначение. Для чего Он на земле. И что Отец хочет, чтобы Он совершил». «Меня это впечатляет?» «Сама мысль, что Иисус знает все, меня вдохновляет». Возможно, кого-то приводит в разочарование. Правда? «Иисус, неужели ты и это знаешь?» «Да, дорогая сестра». «И это знаешь?» «Да». «И это знаешь?» «Да». И когда Иисус был на земле, не было такого вопроса, на который Он не знал ответа. Представьте, Иисус среди нас. Мы беседуем с Ним, делимся своим переживанием. Какой-то вопрос нас волнует. И мы говорим, «Иисус, мне нужен совет». Иисус так смотрит на нас, говорит, «Ну, это такой непростой вопрос. На это нужно время подумать. Приходи через неделю, я что-то решу». Как вы думаете, Иисус мог бы так ответить? Ну, может быть, Он мог бы ответить. Но я абсолютно уверен, нету ничего, чего бы не знал бы Иисус. Иисус знает все. И это вселяет мне утешение. Если Иисус знает все, то я всегда могу Его спросить. Правда? Чтобы знать мне. Иисус знал, что хотел сделать Отец Небесный. Он знал свое предназначение. И Он знал, что Ему делать в этой конкретной ситуации. Братья и сестры, для нас очень важно знать, что Господь хочет делать в твоей и моей жизни. К чему я призван и что мне делать? Скажите, братья и сестры, вы об этом знаете? Апостол Павел знал, и мы читаем, он не воспротился небесному видению. В послании к Коринфянам, 2 главе, так и написано. «Не видела того глаз, не слышала уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает в глубины Божии. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать нам от Бога. Дабы знать нам, дарованное от Бога. Иисус знал, что Ему было даровано от Бога». Он говорит, мое предназначение – прийти в этот мир, чтобы умереть за грешного человека. И в течение этой короткой жизни Иисус служил людям, проявляя милосердие, снисхождение, любовь. Был порицаем, его не понимали, но Он это делал, и Он это понимал. Очень важно знать, что Господь делает во мне. Очень важно знать, что Господь хочет сделать через меня. И Он каждого из нас ставит вот на эту ответственную роль. И Он говорит, то, что происходит, это не случайность. Я тебя помещаю в это положение, в эту ситуацию, «И я хочу, чтобы Ты знал, что я хочу сделать через Тебя». Братья и сестры, у вас есть это знание? Что доверил в наши руки Господь? Я думаю, что это будет очень длинный список, даже нет нужды его перечислять. И чаще всего мы думаем о благостных, положительных каких-то вещах, каких-то истинах. «Господи, благодарен Тебе за жизнь, за вечную жизнь, благодарен Тебе за уют и здоровье, благодарен Тебе за церковь». Это замечательно, это верил нам Господь. Но как вы думаете, Господь доверяет нашу жизнь проблемы, переживания, болезни, трудности? И вот здесь, наверное, у нас сразу же возникает внутренний конфликт. «Господи, ну как же это так? Как же это так?» Он говорит, «Я хочу, чтобы Ты знал, и это я доверяю Тебе. И вот в этой ситуации я хочу, чтобы Ты прославил меня, чтобы послужил мне». Это не случайность, это не какое-то стечение обстоятельств, это то, что я вверяю в Твои руки. И я хочу, чтобы Ты меня прославил, я хочу, чтобы Ты мне послужил, и чтобы через это была явлена моя сила. Братья и сестры, я думаю, всем нам это очень тяжело. Правда? Когда мы переходим на вот эту грань от наших представлений о благословении и входим в вот эту долину плача и переживания, такое ощущение, что Бог не знает. Он говорит, «Я вверяю это в Твои руки, и я хочу, чтобы Ты меня прославил». И вот в этот момент каждый из нас может воспринимать себя как эгоист, как человек, которому должны. Должна церковь, должны люди, должен Бог, и у нас претензия, у нас негодование, у нас осуждение. Или же в этот момент, глядя на Иисуса Христа, я воспринимаю себя как служитель. Господи, Ты верил в мои руки эту проблему. Господи, Ты верил в мои руки эту боль. Господи, Ты верил в мои руки эти обстоятельства. Мне очень тяжело, мне не хватает сил, но я знаю, что это не случайность. Твоя воля да будет. Как мне Тебя прославить? Как мне Тебе послужить? Чему Ты хочешь меня научить? Дорогие мои, я Вам точно скажу, эти уроки бесценные. Это не прочитанные в книге истории. Это история вашей жизни. И я мечтаю, чтобы мы делились этими историями. Не только наших побед, но и поражений. И с другой стороны, побед во Христе, который раскрывает нам свою волю. И проходя тернистым путем испытания боли и болезни, мы говорим, Господи, Ты верил это в мои руки. Это не случайность. И я знаю свое предназначение. Я Твой сын, я Твоя дочь. Я славлю Твое имя. И проходя это, величаю Тебя. Брат мой и друг дорогой, есть ли у Тебя такое знание? Знаешь ли ты, что Иисус сегодня вместе с Тобой проходит это поприще? И Он дает эту возможность. Дорогие мои, я думаю, что это очень важно. Чтобы нам иметь правильное знание, нам нужно сопоставлять то, что мы видим, слышим с тем, что говорит нам Господь. И снова я повторюсь, это простая мысль. Познавая Господа в молитве, чтение Его Слова, нас не обманет тогда лукавый. И тогда Его ропот и негодование не вселится в наше сердце. Потому что это знание будет от Господа в наше сердце. Но вы знаете, одного знания еще недостаточно. Мы видим еще одна причина, почему Христос сделал то, что не сделал ученики. Во-первых, Он знал, что Бог, Отец, верил в Его руки, Он знал свое предназначение. Но, во-вторых, мы видим, что Иисус Христос был послушен Отцу. И мы читаем, «Стал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, а потом вылил воды в ум вальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Иисус во время Своего земного служения постоянно повторял, «Я пришел, чтобы исполнить волю Отца. Не моя воля на Твоя да будет, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». Я вам должен сказать, братья и сестры, послушание Господу наивысшее добродетель. Как пастор церкви, как служитель, я замечаю, что мы, христиане, сегодня готовы похвалиться, что мы знаем очень многое. Мы знаем, как должен жить другой человек, что он должен делать и что не должен делать. С легкостью мы критикуем, и потом мы говорим, это конструктивная критика, ну дай Бог, чтобы она была конструктивной. Осуждаем, и мы говорим, мы знаем, мы знаем, мы знаем Библию, мы цитируем тексты, мы говорим другим, как нужно жить. Но вы знаете, что я замечаю? Очень часто наша духовность духовность оценивается тем, что мы знаем, но не тем, как мы живем. герой фильма, снятый братьями Энди и Ларри Вачовский, «Матрица» по имени Морфию, сказал такие слова, «Знать путь и пройти его не одно и то же». Я хочу сказать, дорогие мои друзья, братья и сестры, многие из нас знают путь, но, к сожалению, не проходит этот путь так, как они это знают. И наша проблема сегодня, что мы не всегда послушны тому, что мы уже знаем. Мы так много сил тратим на споры, правильной формулировкой наших позиций, что у нас не хватает времени и сил для того, чтобы любить и служить людям, любить Господа всем своим сердцем. И мне так кажется, лучше бы ты меньше знал, но больше бы исполнял волю Отца Небесного. Проблема современных христиан не в том, что они не понимают, к чему их призвал Иисус Христос, а в том, что христиане не всегда делают то, что сказал Иисус Христос. Иисус, находясь на земле, не так много спорил о благочестивой жизни. Он жил этой жизнью. Он служил людям. Нас может изменить только послушание Богу и Его Слову. Я думаю, что мы сегодня концентрируемся на своих переживаниях, на нуждах. Мы понимаем, что такое духовный рост. И в то же время нам становится скучно во время богослужения. Нам что-то нравится или не нравится. В душе своей говорим, а это я уже слышал. Нужно того или другого. Вы знаете, я вам скажу одно. Вам нужно перейти на следующий этап. Взять ведро и умыть ноги. Не столько в буквальном смысле. В нашей церкви есть кричащие нужды. И запах мы ощущаем. Не надо говорить об этом. Есть нужды в этом мире, который погибает. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты был мне послушным. Дорогие мои братья и сестры, мы читаем эту историю и видим эти два урока. Ученики видели и ощущали, но почему-то они не сделали то, что было очевидным. И мы видим урок Иисуса Христа, который склонился и послужил. Пусть вот этот урок будет примером для подражания нам. Да благословит вас Господь. Аминь. Хотим спеть песню о Боге, об Иисусе Христе, который ради меня пришел на землю, согласился на страдания ради меня. И я хочу научиться смотреть на Него, не зацикливаться на своих проблемах, не зацикливаться на своей боли. У меня это иногда с трудом получается, но я хочу смотреть на Иисуса. Он достойен этого, и мы Ему будем петь. Его имя Иисус. Он взял на себя немощи наши, понес наши болезни, Беззакония. Мы думали, что Он поражаем был и наказуем Богом. Но Он изъязвлен был за наши грехи и мучен за наши беззакония. Наказание мира. Было на Нем, и рано мимо мы целились. Его имя Иисус Его имя Иисус Иисус Только все мы блуждали, как овцы Каждый пошел своею дорогой Бог возложил на Него грехи всех нас Но он страдал добровольно и не открывал своих уст, Как огнец перец стригущим был безгласен. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством И оправдает многих пришедших к нему Его имя Иисус. Его имя Иисус. Его имя Иисус. Его имя Иисус. Иисус. Его имя 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 Иисус. Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, раз в месяц мы, как Церковь Божия, собираемся вместе, чтобы вспомнить и принять участие в заповеди Иисуса Христа, трапезы Господней. Итак, когда-то Иисус преподавал эту трапезу и разделял ее с учениками, так Он сегодня хочет разделить эту вечерю вместе с нами. Я думаю, мы готовили наши сердца и молились, и размышляли, потому что, принимая и вкушая от руки Господа, и Он прикасается сам невидимо, Духом Своим Святым присутствует здесь, мы испытываем сердца свои, мы обновляемся в вере, потому что наша молитва и прошение, и мы не до конца понимаем, что происходит, потому что трудно понять, но мы знаем, что Господь особенным образом действует, когда мы вместе здесь. И я хотел бы, чтобы мы прочитали Слово из Священного Писания. Давайте мы встанем, и я прочитаю несколько стихов из Первого Послания Коринфянам. Когда будем читать, будем размышлять над самим собой. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую он предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил. И сказал, примите, едите, сие есть тело моего за вас, ломимое, сие творите мое воспоминание. Также и чаша после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он приедет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Не рассуждаете ли Господнем? Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, я предлагаю нам склонить наши головы и сердца пред величием Божьим. И в тихих молитвах мы приготовим наши сердца. Возможно, кому-то нужно исповедание, кому-то покаяние, кому-то обновление и укрепление. Пусть это будет в размышлении над нашей душой. Подобно ученики Иисуса Христа, они не задавали вопрос, кто Он. Они говорили, не я ли Господи? Пусть вот этот вопрос зазвучит в наших сердцах и в наших умах. Господи, не ли я ли? Господи, не у меня ли? Господи, что Ты хочешь сказать мне? Что Ты хочешь изменить во мне? Как Ты хочешь использовать меня для Своей славы и величия? Давайте мы склоним сердца наши и головы пред Богом. И в тихих молитвах мы приготовимся к участию в вечере. Будем молиться в тишине. В тихих молитвах мы приготовимся к участию в вечере. Наш Небесный Отец, мы склоняемся перед Тобою с этим чувством благодарности, смирения и богопочитания. Господи, мы люди, а Ты Бог. Но Ты так возлюбил этот мир, что отдал Своего единородного Сына, который умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания. И сегодня, Господь, мы хотим разделить эту трапезу с Тобою по заповеди Твоей, кушая хлеб этот, который является символом, знаком и соучастием в этих голгофских страданиях. Мы молим, чтобы Ты благословил этот хлеб и благословил нас, когда мы будем вкушать этот хлеб, как из Твоей руки, чтобы имя Твое было прославлено в нашей жизни, чтобы, Господь, сила воскресения была явлена нашей жизни. И никто из нас не пребывал бы в грехе, но получал прощение. И, исповедуясь перед Тобой, мы знаем, Ты верен и праведен. Пусть эта вечеря укрепит нас, вдохновит. И Ты своей Божественной рукой поддержи нас, быть верным Тебе до конца. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Аминь. 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 «Сие творите в мое воспоминание». Также и мы преломили хлеб сей и взблагодарили Господа. И сейчас мы будем участвовать в Вечере Господней, заповеди Иисуса Христа для своей Церкви. Всякие, кто веровал в Иисуса Христа, покаялся, принял водное крещение, ни на замечание, ни на отлучение, в мире с Господом, вы можете быть участниками Вечери Господней. Все те, кто будут принимать участие в Вечере Господней, я попрошу оставаться на своих местах и стоя принимать вечерю. Все те, кто не будут принимать участие в Вечере Господней, я попрошу присесть. И да благословит вас Господь! Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил и дал им и сказал, «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв в чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Редактор субтитров А.Семкин Пришли в селение, называемое Гефсиманией. И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал ему час сей. И говорил, «Авва, отче, если возможно, тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять находит их спящими. Ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» Кончил. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и книжек и старейших. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И придя тотчас, подошел к нему и говорит, «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Тогда Иисус сказал им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания. Тогда, оставив его, все бежали». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ Хотите ли я отпущу вам царя иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше вора. Пилат, отвечая опять, сказал им Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали Распни его! Пилат сказал им, какое же зло сделал он! Но они еще сильнее закричали Распни его! Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вора, а Иисус, отбив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его. Радуйся, царь иудейский! И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его. И приявили его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды, его бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его, и сбылось слово «Писание» и к сдалодеям причтем. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, «Э, разрешающий храм, и в три дня созидающий спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Э, лаи, ла ма саму хвани». «Что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут услышав, говорили, «Вот, Илью зовет». А один побежал, набрал губку уксусом и, наположив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал, «Истинный человек сей был Сын Божий». Боли тут и женщины, которые смотрели и издали. Между ними были и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Римафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствие Божие, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился с самим одиннадцати возлежащим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим в Него воскресшего не поверили. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всеему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамени, имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. 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 Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я думаю, наши сердца исполнены благодарностью и словословием. Я думаю, мы все хотим Господа прославить, возвеличить, возблагодарить. И я хотел бы призвать вас в кратких молитвах, может быть, в полголоса прославить Господа и возблагодарить за Его великую жертву на Голгофе и за то, что сегодня дает нам эту возможность быть сопричастниками, соучастниками Божеского естества, совершать поприще и быть служителями Его в Церкви Христовой. Будем молиться и в заключение брат Анатолий Викторович помолится. Братья и сестры, будем молиться. Братья и сестры, будем молиться. Господь наш дорогой, мы как церковь Твоя, имея дерзновение лишь только через Иисуса Христа приходить к Тебе, Господи, как к Отцу, который усыновил нас, Господи, через кровь завета Божия, которая сегодня является этим единственным средством, единственной возможностью, Господи, когда мы приходим к Тебе. Никакие наши заслуги, никакие наши привилегия, Господи, не способны нас, Господи, усовершить, не способны нас делать, Господи, способными однажды предстать перед Тобою. Но кровь Сына Твоего возлюбленного, Господи, делает нас таковыми. И мы благодарны Тебе, Господи, за жертву Твою, Господь, безусловную, вот такую исполненную любви. Благодарим Тебя, славим, за церковь Твою, частью которой мы становимся, за эти невидимые связи, Господи, которые Ты устраиваешь, Господи, между нами. И мы ощущаем, Господи, эту особую близость, Господи, к Духам Святым внутри нас, Господи. Ты даешь это убеждение, что мы Твои дети. Господи, славим Тебя, благодарим Тебя за Твое обетование, за Твое обещание, которые сильны. И сегодня, Господи, Ты говоришь, ни одна черта, ни одна йота, Господи, из Твоего Слова, она не придет напрасно, Господи, но всякое слово будет исполнено, Господи. Благодарим Тебя, славим. Благодарим Тебя, Господи, за западь, оставленную Тобою, когда можем, Господи, снов и снов приобщаясь к святыне, исполняться этой благодарности, исполняться торжеством, Господи. Ты умер и Ты воскрес ради нашего оправдания. Славим Тебя, благодарим Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Братья и сестры, наше богослужение заканчивается. У нас есть прекрасная возможность приветствовать друг друга. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь! Приветствуйте друг друга в любви. Да благословит вас Господь! Продолжение следует...